Ну что, уважаемые зрители, сегодня такое видео, сравнительное практически, с интернета по оптике. По оптике какой? По оптике простой. Это малократная вариативная оптика, то, что в Америке называется LPVO. Иногда их называли загонниками. То, что идет, соответственно, в основном на оружие, у которых есть серьезная, достаточно большая платформа с планкой Пикатинни, потому что иначе просто не установить. Меня спрашивал человек через телеграмму. Прицелы для стрельбы, ну, на 200 метров в данном случае был вопрос. И недорогие, потому что первая оптика, можно сказать, на арку или на что-то подобное. И я вот предложил два варианта из того, что я считаю сейчас бюджетными, с одной стороны, с другой стороны, вполне неплохими прицелами, доступными в разных местах, в том числе, например, на планетах стоит. Да, доступны не только в США, я подозреваю, в других странах будет подороже. Один из них это Vortex, Strike Eagle, 1х6, с объективом 24 мм, второго поколения. А второй это от фирмы Six Hour, из серии Tango MSR, тоже 1х6, но 24. Оба из них во второй факалке, оба из них идут с кронштейном, включая в эту стоимость, меньше, соответственно, 300 долларов. Давайте посмотрим, что здесь, что. Ну вот, это комплект, и вот, соответственно, если вы в Америке собираетесь покупать, вот эта ссылка. Я от этого ничего не зарабатываю, никаких партнерок у меня здесь нет. Честно говорю, у меня второго поколения нет, у меня есть первого поколения этот прицел. Второго поколения так себе в результате не купил. Ну вот, не купил, и все. Я другие прицелы покупал. Что мы знаем об данном прицеле? Здесь все, соответственно, в имперской системе не метрическое. Я помню, что метрическое это миллиметры и килограммы и так далее. Это было бы проще. Ну, мы здесь сравниваем. 18,5 унций вес, а у ZIGA 18,5 унций. Ох, как интересно. На дистанции 100 ярдов 19,5 футов ширина виденного. А что мы здесь знаем? А здесь мы ничего не знаем на эту тему, потому что не пишут. Ну, посмотрим другое. Трубка 30 миллиметров. Есть трубки у прицелов от дюймовых. Это 24,5 миллиметра. 30 миллиметровых, 34 миллиметровых. И появляются понемножку 38 миллиметровые. Но это самые дорогие. Сейчас один из наиболее используемых. Это 30 миллиметров. 34 это более-менее получше. Получше. Версия просто потому, что проходит больше цвета. Так. Что мы имеем? Здесь в минутах и сетка у данного прицела это ZIGA. Вот такая вот сетка. То есть не в радианах или милах, а в минутах. И у них здесь, соответственно, BDC. Если посмотрим на сам прицел, мы видим, что вот один до шести. Вот его кронштейн. И есть рукоятка для быстрого изменения. Барабан, судя по всему, открытая. То есть можно сразу крутить. А может и нет. Или наоборот. Или это крышка. Здесь подсветка 11 разных уровней. И есть крышечки. Теперь посмотрим на Vortex. Если мне вылезет наконец-то эта картинка. Здесь есть своя сетка. Это тоже BDC. BDC это сетка, по которой можно уже как бы разметить. Но не забываем, что очень часто это бывает под определенный калибр. То есть это нельзя забывать. В отличие от мил или ма сетки, где вы видите просто деление, здесь такого нету. Здесь вот такая сетка деревца, которая, честно говоря, довольно-таки тактическая. если кому-то нравится видеть вот такие вот вещи. Здесь, кстати, сетка похожа как раз на единички. И здесь тоже. Возможно. Вот это, кстати, больше похоже на шестерки, чем на единички, потому что большая такая картинка. Вторая фокалка. Когда вы изменяете приближение, то размер сетки меняется. Вот, если сравнить их сетки, кому что нравится. Мне нравится вот такая сетка. Ну, если серьезно говорить, вот эта сетка ненамного отличается с определенной точки зрения. и самое смешное, что у вартекса на единички появляются тоже вот те же самые направляющие, как бы точно вот эти вот не направляющие стрелки. то есть они очень и очень похожи с этой точки зрения. Вот они непроницаемые, теоретически непроницаемые для тумана и держат соответственно отдачу. И то, и другое комплекты это 300 долларов. Здесь это до скидки. Никогда не покупайте это дорого, за дорого. За 500 долларов можно гораздо больше купить, честно говорю. Да и за 300 долларов можно найти при желании прицел, который может понравиться побольше. Но вот здесь именно выбор между этими двумя. И лично я бы взял Сиг, скорее всего, чисто потому, что у меня уже есть Вартекс. Если у меня не было Вартекса, я бы взял Вартекс. Гарантия у Вартекса и поддержка, которую я даже один раз сам пользовался, пожизненная. То есть если что угодно произошло, то они их этот прицел вам отремонтируют либо заменят на новый. Учитывая, что это так называемый загоник, то есть на единичке будет вот так вот, почти как точка. Почти можно использовать как коллиматор. Это, конечно, не замена коллиматору, но вполне годится для многих случаев. Вот и варианты, как люди устанавливали такие вещи. Я вам как-нибудь покажу свой, наверняка. У меня он примерно так же установлен. Некоторых тут дальше, но это другой вопрос. Да, это не идеальный прицел. Безусловно. Ни то, ни другое. Не является очень хорошими или элитными прицелами, но более чем хороший прицел для определенных заданий. На 200 метров более чем достаточно, с моей точки зрения, может даже дальше. Хотя, в принципе, сетка рассчитана, как они пишут, до 650. На 650 я считаю, что это будет слабовато. Лично я так считаю. Но 200-300 метров спокойно. Причем будет хорошо на эту дистанцию, видно. просто сам этим пользовался на таких дистанциях. Ну, вот такое краткое сравнение. Ссылки я давать не могу, потому что это место продает оружие. На YouTube такие ссылки нельзя. Но вы сами можете увидеть. Вот я ввел код, соответственно, вот с этого комплекта мне на помету сбросили 239 долларов. Что, в результате, получается для меня лично с пересылкой, с налогами, 310 долларов. Сиг комплект с их кронштейном 300 долларов, плюс пересылка налоги, чуть-чуть больше, на несколько долларов. Надеюсь, это было интересно. Чисто просто уже это делал, решил снять. Все, спасибо за внимания.